Добрый день, меня зовут Носик Роман, вы смотрите программу «Мужская культура». У меня сегодня в гостях Алексей Владимирович Куделин, больше известен как художник под псевдонимом Василий Ложкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам удобнее, чтобы к вам обращаться, может быть, привычнее? Вы называете меня Василий. Василий или Вася? Да, Вася, конечно. Просто многие стараются Василий, когда мне говорят, а как вас Василий называть? Я говорю, называйте меня Василий Алибабаевич. Чтобы сразу снять все вопросы, да? Да, да. Как хотите, в общем. Может, Алексея называть, у меня все равно. Скажите, это творческий псевдоним, как я увидел в интернете, он с какого-то форума перекочевал постепенно? Ну да, на заре интернетов все же придумывали себе разные ники. Тогда не было еще соцсетей, были форумы. На форумах у всех были свои какие-то клички. И вот оно как-то прилипло. Потом просто был живой журнал тоже. Ну вот это вот. То есть я специально это как-то не придумывал, ничего такого не вкладывал в это. Оно как-то так само образовалось. Ну и вроде как такое довольно веселое имя, мне кажется. Поэтому и многое ему прощается, что называется. То есть я рисую довольно глупые картинки. И ну вот Вася Ложкин рисует такие картинки. Что с него взять? Также в интернете в вашей биографии написана такая замечательная страница, как окончание юрфака. Ну да. Ну следующее и сразу предложение написано, что он ни дня по специальности не работал. Не работал никогда. Я просто тоже закончил юрфак, тоже никогда не работал. Поэтому это родители настояли. Ну в общем да, мама сказала, ей казалось в тот момент, что самая престижная работа юристом или бухгалтером. Ну не работа, а в смысле образование. Ну и думаю ладно, ну высшее образование, оно собственно нужно было для того, чтобы во-первых, ну в любом случае высшее образование мозги немножко так в порядок как-то структурируют. А во-вторых, конечно без диплома высшего образования устроиться куда-либо на работу довольно сложно. А еще у наших ровесников высшее образование-то была отсрочка от армии. Ну в общем да, нет, но я это позже уже учился. Я сначала учился в педагогическом университете. На кого? На учитель географии. А я на филологии. Вот, а потом уже я его не закончил, и потом уже в юридический пошел. А как начали рисовать? Ну, ну как-то так, тоже спонтанно, то есть скорее как все дети рисуют, вот картинки какие-то. Танчики? Ну танчики, но в моем случае были в основном это рыцари, сражавшиеся с этими, с рацинами. А венга? Да, да. Вот. И, ну и всякое такое рисовал, ну и как все дети там в школе рисуют, в тетрадках. А в учебниках головам все рисовали. Да, 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 вот это все. Ну потом все останавливаются, а я вот как-то не остановился. Ну, конечно, я не ставил задачи себе никогда и не мыслил там типа стать каким-то художником. Ну, в голову мне это не приходило никогда. А, ну и не учились специально? Нет, нет. А как-то самообразование уже потом? Ну, нет. Ну, какой? Композиция, там как-то фоны, полуфоны, как краску накладывали? Вы же красками рисовали? Ну, красками, конечно. Ну, это скорее методом проб и ошибок на собственном опыте. Там уже сейчас понимаешь, как что-то то или другое сделать. Ну, по большому счету, конечно, рисовать-то я не умею, поэтому вот рисую, чтобы получаются. Я на самом деле про Васю Ложкину услышал где-то в году 2007-2008. У меня ребята в Москве, они купили вашу картину «Зай Пауэр» и подарили своему товарищу. И тогда, ну, я совершенно не знал, то есть в Питере как-то неслишно было тогда. Скорее 2008-й. Наверное, да. И, ну, я помню, что вот период такой, 7-8-й. И вот тогда, когда я, опять же, посредством интернета же, да, распространялся? Да, да, жилой журнал, да. Тогда как-то больше у Вас тема Зайцева была. А сейчас я прочитал, что Зайцы надоели. Ну, да, Зайцев, во-первых, надоели очень сильно. Ну, как-то да, вот что-то одно время меня на Зайцев прям рубило. Зайпауэр, это точно, я могу сказать, 2008-м, потому что в 2007-м году все было нарисовано гуашью, а Зайпауэр была нарисована маслом тогда еще. Вот, поэтому, да, Зайцев было много. И они были не только на холстах, они были еще компьютерные такие. Ну, как бы таки полукомпьютерные. Была такая, я очень, мне очень нравилось рисовать. Когда рисуешь на белом листочке черным, там, тушью, ручкой, карандашом все рисуешь, а потом все это сканируешь, в фотошопе как-то инвертируешь, то есть, как бы делаешь негатив этого изображения, и оно все становится черным, и эти Зайцы такие белые становятся. Очень было прикольно. Вот, это самый был такой момент, когда вот на кнопку нажимаешь, и вот он такой, жик, как бы ты до конца не знал, что получится, вот это было всегда очень интересно. Ну, да, Зайцы что-то надоели мне. Сейчас, да, кстати, сейчас вот у меня, мне говорят, что я котов много рисую, вот у меня выставка сейчас, я посмотрел, у меня больше свиней, чем котов. Но, как-то они незаметно, видимо, да, все-таки добро побеждает, какой-то обыденности, поэтому котиков замечают. Все, да, видят котиков. Ну, на самом деле, это уж как бы давно известно, что люди видят то, что хотят увидеть. Кто-то видит котиков сплошных, кто-то видит сплошной какой-нибудь ужас, кошмар. Ну, я думаю, что, наверное, не обходится ни одно интервью о вопросах какой-то вашей условной политизации, да, наверное, потому что все-таки картины, они отчасти отражают нашу современную действительность. Скорее, знаете, с чем связано, не в моей политизации дело, а в политизированности вообще в целом общество, ну, не всего общества в большом смысле, а вот общество интернетовского. Потому что все в интернете любят говорить о политике. Это прям хлебом не корми. Да, людям поговорить о той или иной, о тех или иных таких политических каких-то вещах. Плюс ко всему у людей есть, ну, некоторые политические предпочтения, или там взгляды, и они себе выбирают, допустим, ну, там, скажем, средства массоинформации. Вот одни, условно говоря, там какие-то либеральные, да, вот они с удовольствием их слушают. Ну, и верят, соответственно. И верят, да. Есть условно, ну, назовем, скажем, какие-то там, какие-то патриотические, и люди таких патриотических взглядов слушают, смотрят, читают исключительно патриотические СМИ. И одну и ту же информацию там, она подается под разными этим, а эти верят этим, и этим, и их невозможно как-то, ну, какой-то середины нет. Вот. И в любом случае люди озадачены политикой. Это модно, это интересно, все говорят о политике. И, соответственно, в картинах они тоже видят политику. Они видят политику во всем, в любом высказывании. Вот. А, ну, если, конечно же, я рисую там, скажем, какого-нибудь, ну, не знаю, кота с бутылкой, и кто-то в этом может увидеть, там, например, вот там все пьяные, Россия, там, вот это все. Другой человек, я помню, мне очень понравилось, что в оранжевом коте он увидел там оранжевую революцию. То есть, нужно быть серьезным, как-то увлеченным человеком. Да, то есть, каждого свое. В моем случае, там особенной политизированности, в принципе, нет. Там, скорее, меня больше интересует, как художника, меня интересуют какие-то темные стороны души, то есть, даже не души, а скорее, какие-то состояния человека, там, психозы, может быть, какие-нибудь алкогольные отравления, ну, и какие-то такие пиковые моменты, там, какой-то испуг, восторг, вот это вот все. Ну, оно же вообще в состоянии похмелья близко к пограничному. Ну, вот да, да, оно, да, оно, конечно, 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 я же, ну, во-первых, на меня сильнейшее произвело впечатление, когда я работал в 96-м, 97-м году, я работал на свалке, и, соответственно, контингент, который там работал, и который там жил рядом со свалком, был очень такой выпуклый, очень живописный, и сама вот эта вся эстетика алкогольного безумия такого, она мне всегда была, ну, вот она мне очень интересна. Ну, и, конечно, там, какой-нибудь темы, связанные с рок-н-роллом, которые тоже, в общем-то, граничиваются постоянно с какими-то психозами, алкоголизмом, наркоманией, там, и чем-то таким, вот, поэтому это тоже часто. Ну, и какие-то моменты такие, как сказать, ну, бытовые, что ли, там. Бытовое безумие же тоже от него никуда не уйдешь. Ну, да, 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 и войну, и не только связан с алкоголем, например, там, какой-нибудь супружеская измена, там, ну, что-то такое, в общем, какой-нибудь кошмарный сон кому-то приснился, или какая-то мысль заскочила в голову, или просто сумасшествие, то есть человеку, там, голоса в голове слышатся, или там. Ну, тоже, в общем, дело обычное. Ну, в общем, да, да, ну, какая здесь политика? Это может быть где угодно, с кем угодно, сколько угодно. Скажите, а картина «Не время улыбаться», то есть вот эта фраза сама, она как-то родилась, или где-то вы ее подсмотрели, подслушали? Ну, нет, ну, я не знаю, может быть, где-то и услышал, но не знаю, кто ее придумал, ну, будем считать, что ее придумал я. Вот, она мне, ну, просто у нас, как сказать, ну, это часто можно видеть, некоторые люди вот говорят, что не время там шутить, время там... — Поддержать, засучить. — Да, 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 вот, как бы, вокруг враги. — Вокруг враги тоже есть. — Да, расслабляться некогда, вот это все. У меня такая звериная серьезность, она тоже немножко пугает, и, с другой стороны, она, конечно, очень живописна, как вот, как художнику, как натура. Для художника она очень интересна. — Ну, вообще, когда читаешь какие-то вещи, многие говорят, что у нас в стране не особо принято, что ли, улыбаться. — Не, ну, это другое. Конечно, у нас не принято улыбаться, и я, в общем-то, сам не люблю улыбаться, и я никогда не любил, никогда мне не нравилось. Вот когда люди говорят, вот, я поехал там куда-нибудь, ну, условно говоря, в Америку, и там все такие улыбчиво, а у нас все ходят хмурые какие-то. Ну, в этом я не вижу ничего плохого. Я думаю, что улыбаться можно только, ну, ну, не то, что можно, а как бы все-таки улыбка такая штука выражает все-таки чувства, а когда она наигранная, она... — Да, приклеиваем. — Да, она все-таки это. Вот. И в этом нет ничего такого. Ну, такой уж у нас народ, такая у нас климат, если угодно. Что тут это? А на самом деле я думаю, что мы вполне улыбчивые люди, и много смеемся, и много шутим, в общем-то, ну, как люди просто. Ну, эта улыбка приклеена, она нам и ни к чему, собственно говоря. С другой стороны, когда человек начинает рассуждать о том, что кругом вы действительно враги, и мы живем в состоянии войны, постоянной, такой бесконечной войны, и улыбаемся только тогда, когда, ну, там, флаг над рейхсагом поставили, условно говоря, то тоже, мне кажется, это не совсем правильно. И вот эта вот звериная серьезность, что там, типа, вот не время шутить, не время шутить, оно вот, на мой взгляд, очень смешно само по себе. — Ну, потому что эти люди, как они, тоже живут в плену каких-то своих иллюзий, получается, и не видят какие-то такие же мелкие бытовые радости, как вот есть мелкое бытовое сумасшествие с периодичными состояниями. — Да, 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 да. — Ну, вот мне тоже, товарищ мой, ему очень нравится, и он, когда говорит эту фразу, не время улыбаться, старается такое же лицо принять, как у персонажа на картине. — Ну, да. — И, наверное, это сомнительное достижение, но я не видел, чтобы хоть одну картину суд хоть какой-то признавал экстремистской, то есть у вас получилось, что даже как бы и вот здесь. — Ну, это не, ну, тут не совсем моя заслуга, условно говоря, то есть там история была такая, насколько я знаю, что это был какой-то новосибирский человек, ну, наверное, сейчас есть, ну, условно говоря, какой-то там экстремист-фашист и все такое, там, и у него вся страничка ВКонтакте была там в Гитлерах и свастиках, ну, тоже условно, и, среди прочего, была картинка моя, и, то есть, а суд всю его страничку ВКонтакте зафигачивал как экстремистскую, ну, и до кучи этого, то есть это не специально там кто-то нашел какую-то картинку, нашел в ней экстремизм. Ну, да, я залез в этот список экстремистских материалов, и там всякие, знаете, типа там какой-нибудь, типа, как сделать бомбу Шахида, там, да, книга там какого-то, или там... — Как кухня анархистская. — Да, да, или там, как взорвать бомбу и себя вместе с бомбой где-нибудь в метро, или как, или что-нибудь там, Майн камф этого Гитлера там, еще, ну, какой-то вообще сплошной. — То есть, как вообще, тусовка подобрала, да, да. — Ну, там много, кстати, музыки, там ансамбль Христа, спасители, мать сыра земля, там присутствуют песни коррозии металла, еще какие-то группы, ну, вот так, которые я видел, слышал. — Вообще, это получается же, как это, цензура, правильно же? Да и не просто цензура, а какая-то такая, прям, уголовно наказуемая. — Ну, в общем, да, да. Ну, как, ну, есть же закон, там, запрещающий что-то там пропагандировать, разжигать. — Ну, коррозия металла, может быть, пропаганда, только адового угара, а не пропаганда. — Ну, не знаю. — На какой музыке вот вы воспитывались и образы, что вам рождало, отечественный рок, панк-рок, или больше зарубежный? — Ну, и та, и та. В самом детстве, конечно, ну, тут это, мне нравился там Pink Floyd, например, Pink Floyd и Deep Purple. Но это было от моего дядьки. Еще вот у него был микрофон там, и вот он, что мне включал, твои имени, как бы, очень транс. Ну, Pink Floyd мне до сих пор нравится, считаю, это очень крутая штука. Вот. Потом уже стал слушать уже сам как-то, да, вот какая-то музыка. Ну, как у всех, в общем-то, наверное, сначала там какой-нибудь Алиса, кино. Вот Алису долгое время слушал, будучи школьником. Гражданскую оборону до сих пор очень люблю. Ну, и много разных исполнителей. Но в основном, конечно, вот из, то, что вот прошло как бы сквозь годы вот до сейчас, то это, наверное, как раз Гражданская оборона, которую я с удовольствием слушаю. А концерты не были? Ну, нет, вот, к сожалению, нет. Один раз был в Петербурге концерт в 2006 году, это был фестиваль Окна Открой. Там стадион имени Кирова, конечно. А там разве приглашали Гражданскую оборону туда? Там был большой концерт, да, и там хедлайнеры были Алиса, Король и Шут, Ария, там выступал Крематорий, вот я сейчас помню, разные люди, Сургановый оркестр, Пикник. ДДТ, наверное. ДДТ не было. И была, ну, еще какие-то группы Гражданской обороны. Мы, в том числе, тоже там выступали, и как раз вот мы выступали после Гражданской обороны. то есть я сходил, этот Олег Гаркуша был один из организаторов фестиваля, вот он говорит, пойдем слушать, значит, Летова. И вот, вышли сюда, ну, так, несколько песен послушал, посмотрел, а потом пошли готовиться к выступлению. Вот, это единственный раз, когда я вот видел живьем этого человека, вот, но, честно сказать, тогда было все просто громко и шумно, а сейчас я слушаю, конечно, ну, в основном в машине музыку слушаю, и с удовольствием. А жил в основном акустику, или вот из последнего? Мне последние очень нравятся, ну, 8 гитар, да, 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 ну, мне, в принципе, всегда нравился их звук, вот этот грязный, такой довольно странный звук, вот многие говорят, что гражданская оборона, это, ну, типа, совершенно не умеют играть, и не умели, и относятся к музыке, как-то наплевательски, но, на самом деле, там работа со звуком очень серьезная, вот этот создать, это именно грязный, такой звук, который, при этом, как-то завораживает свои, какой-то, вызывает какие-то чувства, не знаю, тоски, ужаса, вот все, ну, или какой-нибудь безумного радости, не все так могут, то есть, ну, всякий может взять гитару и играть какую-нибудь фигню, чисто, да, даже не чисто, можно даже и грязно, но все равно, то того эффекта достичь, как у летового. Я думаю, там даже на кассете было написано слушать громко, потому что, громко, надо громко это слушать, конечно, ну, вот последний альбом, можно не обязательно громко слушать, вот, ну, я акустику, как бы, я всего-всего-всего переслушал, а акустику, ну, это чисто уже, из каких, скажем так, коллекционных, что ли, соображений, ну, то есть, слушаю с удовольствием иногда. ну, акустику и можно служить, вот, коммунизм, мне что-то не заходит, вот эти уж совсем ранние, они такие, конечно, тяжелые. Ну, ну, да, но это коммунизм, там-то они ковера какие-то просто играли. А акустика, я вот в 97-м году, в Питере, была, даже есть такая-то, акустика в полигоне, в Питере полигон, и вот там акустика, и кассеты одно время даже, такие. Мне вот нравится, из записей, но если не альбомных, а есть такой концерт в Апельсине, живой. Вот он очень, как сказать, ну, практически все, вот, творчество, тогда он очень, он так же сыграл, а так все здорово, вообще, очень круто начинается. А вообще, концерты, сейчас только свои посещаете, или есть какие-то? не, ну, мы иногда с женой, вот, ну, каких-то рок-звезд, совсем уж таких, мне супруге нравится, вот это вот, например, Айра Смит, вот ездили на Айра Смит, три раза мы были, на их выступлении, там где-то... Ну, там шоу уже, ну, там, да, круто, на самом деле, там очень так, прям большое шоу, очень красиво, интересно, но я не слушаю Айра Смит, вот так, у меня, да, то же самое Дипешмод, вот я был два раза на концерт Дипешмода, у меня в фонотеке группы Дипешмод нет, ну, там были вот на концерте, я не знаю, Элиса Купера, Ганс и Роузес, ну, то есть, этого, Уззи Осборна, скорее, из таких соображений, что, ну, они уже люди пожилые, и не факт, что мы их еще раз... на Rolling Stones не были? На Rolling Stones не были, вот, да, они что-то к нам не приезжают, видимо, там санкции, и все такое. Да, может, тоже уже возраст лететь далеко? Да нет, летают-то они по всему свету, вот, если посмотреть их этот, ну, где-то недавно, я вот видел фотографии, где-то они выступали, нет, у нас что-то не давно, не у нас, а вот где-то вот, в Европе, что ли? да, они, ну, собственно говоря, если они могут долететь там, до Варшавы, условно говоря, то до Москвы тоже могут, или до Питера, да, или до Хельсинки, то есть, видимо, тут все это связано, может, ну, организовать концерт, тем более, заграничные группы, довольно сложно, возможно, там какие-то проблемы, там, с деньгами, еще с чем-то, или, может, какие-то политические дела. Скажите, ваша цель приезда в Санкт-Петербург, это открытие выставки, это вторая уже выставка? Вторая выставка в Свином Рыле. Такое тоже название, оно, вы не участвовали в придумывании названия? это они сами, конечно, там все придумали, но, в принципе, довольно агрессивное название, но в то же время, мне так кажется, что здесь, ну, как бы, чтобы меньше было вопросов, ну, Свином Рыле там, и поэтому... Калашный ряд, может быть, через дорогу открыть, да, да, не, ну, к тому, что там можно показывать разные, разные картинки, и, ну, это же не, как бы, не Эрмитаж, да, или там, не Манеж, Свиной Рыло, ну, что вы хотите, там какие-нибудь матерные слова на картине нарисованы, ну, это же Свиной Рыло, как бы, ну, это одна, один момент, ну, во-вторых, там вся эстетика такая, связана со свиньями, свинством, вот, довольно забавное место, даже интересное, в том смысле, что, ну, мне очень нравится, там как оформлено, все как-то уютно, все так здорово. А кто, ну, тоже организаторы, идейные вдохновители? Ну, я так полагаю, это Кокопейкин и Кагодеев, вот они в первую голову. Не Медьковская? Не, не Медьковская, это так называемые «Колдовские художники», ну, к которым вы тоже себя... Да, да, это очень аббревиатура такая, да, хорошая. Вот, «Колдовские художники», они, ну, вот, там много художников, вот собрались люди, сделали себе. Вот эти объединения художников, они есть какие-то пересечения, вот, как раньше, там, Кукрыникс, еще какие-то, вот, сейчас «Колдовские художники». Ну, я, честно говоря, не очень хорошо в теме, потому что, все-таки, это питерская такая тусовка, да, там все питерские, в основном, только вот, ну, может быть, из Москвы, там, пару человек, и, конечно, выставляются люди из разных мест, вот, но я активной жизни, активной, как бы, в активной же, не принимаю активное участие в жизни этого сообщества, потому что, ну, в силу того, что я живу просто в Ярославле, и, как-то так, у них вот, своя тусовка, все там они... А в Ярославле нет тусовки художественной? Нет, нет, ну, может, она и как, но я там никого не знаю из художников. А в Москве? Да и в Москве тоже, честно говоря, ну, как, в Москве там есть какой-нибудь Виктор Пуза, например, который вот такой, вот там у них есть в Москве рюмочная, вот, ну, это клуб, так называется, рюмочная, но он такой сделан в такой эстетике рюмочной, рюмочной, там чуборейки всякие продаются, водка, там бутерброды с селедкой, столы такие стоячие, но там, ну, это музыкальный, в первую очередь, так, наверное, клуб, там много интересной музыки, там какой-нибудь, вот летом выступал, там, не знаю, Мамонов, там... А он выступает еще? Ну, бывает, да, ну, там вроде как, типа, лекцию читал, песни под гитару пел, там, Леонид Федоров, всяких интересных, всяких такого... Леонид Федоров до того, как он уже вроде... Да вот недавно совсем. Все такое, ну, такой андеграунд, как бы, условно назовем его, и, соответственно, там тоже на стенах везде висят картины, там какие-то выставки проходят, своего рода, так, ну, похоже на свинорыло, хотя что свинорыло, это исключительно такая художественная, художественная галерея, там, конечно, интересно. Я вот всем рекомендую сходить, даже не обязательно на мою устку, а вообще на любую, любую выставку туда, там просто интересное место. Единственное, что минус, там надо подниматься на шестой этаж пешком, К счастью, за ЗОЖ, за спорт, то есть это скорее плюс. Ну, в общем, да, ну как, вот у меня же, вот, например, в прошлом году была выставка, там же, и пришло, у меня на выставку приходит много пожилых людей, их вот, и как в сети не особо видно, а вот на выставку они приходят, бабушки там всякие, ну, посмотреть на котиков, а им, конечно, собачку говорящую, да, подниматься, ну, вообще людям пожилым подниматься, на шестой этаж тяжеловато, а тем более дом старый, высокие, узкие, да, пролеты такие, попролеты узкие, потолки высокие, то есть, ну, представляете, это как, если в девятиэтаж, то это, наверное, этаж на восьмой надо забираться, ну, на седьмой точно. Вы живете в Ярославле, а группа ваша... Группа в Москве живет. Как вы репетируете? я раз в неделю езжу в Москву. А, на репетиции? А вообще решение из Солнечногорска, из Москвы уехать в Ярославль, это как-то вот кто-то там жил, или просто так? Нет, никто там не жил никогда, просто вот мы, ну, мы хотели куда-нибудь съехать из Солнечногорска, потому что, ну, условно говоря, мы жили в доме, Солнечногорск он стоит на Леградском шоссе, Леградское шоссе это постоянная пробка, бесконечная, и это она делит город пополам, он очень неудобен в плане как вот движения, то есть у меня окно выходило на Ленинградку, постоянно эта пробка, ну, не очень удобный для жизни город, на мой взгляд, маленький такой, вот, и мало там чего есть, я, ну, Макдональдс, по-моему, есть, ну, в том смысле, что там, например, каких-то спортивных школ, да, или каких-то, ну, учебных заведений, там, практически, нет, то есть все, 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 все устребляют свои, ну, как все, вот в институт, в Москву, вот, на работу в Москву есть, в электричке, я ездил, сколько лет, каждый день, это вот, ты набиваешься битком, как селедки в бочку, в электричку, едешь в Москву, там, в метро, в этот, кошмар этот, и захотелось куда-нибудь уехать, я бы, конечно, переехал в Петербург, потому что я очень люблю Петербург, но жена, у меня категорически, тут, типа, ужасный климат, там, холодно, и все такое, вот, ну, и смотрели разные места, типа, там, Дмитров, думали, ну, Дмитров, вроде как, под Москвой, надо, типа, под Москвой подальше убраться, даже Калининград хотели, но Калининград, он находится очень далеко, и там, через границу, надо туда выбираться, хотя, место живописное, на мой взгляд, Калининградская область, а Ярославль, ну, вроде как, недалеко от Москвы, и в то же время, ну, ну, приехали, посмотрели, понравился, такой красивый город, очень такой милый, все там есть для жизни, совершенно современный город, вот, там есть абсолютно все, вот, все, что для нормальной жизни, там есть все, и, и культурном в плане, и в образовательном, и в, там, спортивном, в любом, медицинском, поэтому, ну, подумали, ну, а почему бы нет, и переселились туда. А большая семья у вас сейчас? Нет, три человека, я же, ребенок, ребенок, а ребенок, вы его куда-то, какую-то спортивную секцию? баскетболом занимаются у меня. А вы чем-нибудь в детстве занимались? Ну, я в детстве занимался, ну, в школе, там тоже баскетбол, волейбол играл, там, у нас была такая секция, фехтованием занимался, самбо занимался какое-то время. Самбо все, наверное, занимались. Ну, да, ну, у нас, Времена были суровые, не могли улыбаться. занимались еще. А у нас, я где жил, почему-то практически не было секции бокса, а борьба была? Ну, а у нас вот наоборот, у нас вот большая была боксер, но они, в принципе, в одном месте были, в одном спорткомплексе и самбо и бокс, вот, но бокс как-то больше был, ну, такой более, все-таки, боевой спорт, чем самбо, в моем взгляд. Хотя, самбо тоже такой, но я, там, мне не очень повезло, там были довольно странные времена, то есть, например, я помню, тренер собрал у нас, как-то говорит, ну, такой был очень странный человек, говорит, вот я вас научу, там, всем приемам, там, вот этим всему, и потом пойдем ходить по подвалам, дискотекам и прочим злачным местам, вылавливать наркоманов, всяких там, педерастов, и, короче, гасить. А это в каком году было? Ну, 90-е годы, это было. То есть, это как бы, ну, как сказать, кто-то из этой секции, видимо, там дошел, потому что сейчас очень любят ходить гонять, в организации тоновал. Ну, начало 90-х, это был какой-то год, ну, 90-е, может быть, как раз это было. Я что-то как-то, мне это не понравилось, вот, это как-то не мое было совсем. То есть, мне нравился самбо, как спорт, то есть, не в качестве того, чтобы научиться драться, и, там, типа, в уличных драках побеждать, или каких-то там, сражениях, а именно, как спортивный состязань, то есть, ну, ну, как спорт любой, как то же самое фехтование, в общем-то, оно не нужно, наверное, в обыденной жизни, но, как спорт, очень интересно. А в Москву ездили на работу, то есть, какая-то была, как сказать, человеческая работа, как вот, чтобы маме нравилось, с девяти до пяти, не то, чтобы маме нравилось, чтобы денег заработать, чтобы как-то, ну, у меня была маленькая зарплата, очень, мне хватало ее, вот, как раз на дорогу, что-нибудь там поесть, заплатить за квартиру, и, в общем-то, все. я работал ответственным секретарем в газете, ну, типа, скача редактора, что-то такое. А в какой момент получилось, ну, уже, как, зарабатывать себе на жизнь, уже именно творчеством, то есть, это как-то, ну, году где-то, наверное, может быть, десятом. Ну, то есть, это буквально, вот, в последнее время, а к скульптурам, вот, к этому, к объемному творчеству, как пришли? Ну, тут, это такое, скорее, коллективное творчество, потому что, есть, допустим, в Ярославле, фирма, которая делает всякие скульптуры, там, и разные, ну, не только они скульптуры, они всякую всячину делают, там, вот, есть скульптор, Алексей, да, вот, допустим, я вам принес эскизы, там, нарисованы сзади, сбоку, там, так далее, потому что, все-таки, это немножко другая вещь, вот, он лепил, потом, я приходил, мы с ним, там, что-то это, тоже интересно? Ну, конечно, это интересно, но у вас такие выпуклые образы, вот, то, что они стали объемные, не знаю, прям, очень, так, как-то радостно, что ли, даже, вот, и котики, вот, эти гипсы, да, да, нет, это стеклопластик, то есть, их можно детям, лично, выроняли, ну, они, нет, они разобьются, конечно, но, есть, вот, у нас в магазине, который сидит кот на перилах, он там армированный какой-то, он такой, еще из, какой-то материал специальный, такой антивандальный, эти, конечно, но они не такие хрупкие, это не фарфор, там, какой-то, не глина, но, ну, такой, ну, он отливается, это отливка, то есть, такой, пластик какой-то современный, я не знаю, там, у них не очень разбираются, такой, из порошка, там, что-то разводят, наливают из этой, вот, в эту форму, получается такая штука, потом вручную, все это раскашивается. А сейчас что, раз в неделю вы репетируете, концерт у вас тоже, так, да, достаточно регулярно? Ну, не очень регулярно, у нас тут большой коллектив, там, 10 человек, их на репетицию собрать сложно, вот, потом, ну, все, кто-то, кто, ну, все же взрослые, все, кто-то где-то работает, у кого-то там ипотека, у кого чего, ну, короче, очень сложно. И, ну, вот у нас 20 октября будет концерт, там, после долгого перерыва, обычно мы делаем два концерта в год, то есть, весной и осенью. Бывает, что иногда еще где-нибудь, то есть, в Москве два концерта, и иногда куда-нибудь съездим. Вот мы вот осенью хотели в Петербург поехать, но у нас не сложилось, там, по разным причинам, ни одна зависящим, концерт не получился, вот, ну, да, в кои-то веке записали альбом новый, это тоже требует огромных сил, нервов, всего-всего. А пишете где в Москве? Ну, частично, в Москве, частично в Ярославле, в Ярославле, слава богу, там студия рядом, ну, как мне там, сел 15 минут на машине, я там, и большую часть, конечно, в Ярославле делать, потому что там, ну, записать-то не долго, долго собрать этих музыкантов, там, заставить это делать, ну, частично, да, вот как-то так писали, кусочком, предыдущий альбом писали, один у нас кларнетист, он вообще в Петербурге живет уже давно, и он просто наиграл, там, прислал файлы по интернету. То есть, тоже упрощается, да, за счет этого? Ну, да, да. А как вообще к социальным, ну, вообще социальные сети, интернет, вы активно сами используете? Ну, сейчас реже, конечно, раньше, вот когда был этот ЖЖ, я прям там любил вообще, это все, много букв, что называется, комментарий, да, да, вот это все, и был тогда, очень нравился этот, как он, топ Яндекса, там, вот это такой, да, этот был такой значочек давали, за какой-нибудь пост, как у которого там, миллион перепостов, потом, ну, ЖЖ немножко так, все-таки, потерял актуальность, и все так, тихо, мирно переползли куда-то в Facebook, в ВКонтакт, ну, в принципе, да, мне нравится, как бы я всегда им пользовался, и, в общем-то, я думаю, что это очень здорово, вообще. С каким-то злом, там, вселенским, звездой полыни, это не считаете? Нет, я думаю, что вообще интернет, по большому счету, это очень крутая штука, очень, перевернувшая, очень много, то есть, это как изобретение колеса, например, то есть, вот этот способ коммуникации, способ охвата информации, вот эта вот сеть, она, конечно, очень, ну, за ней большое будущее, ну, возможно, конечно, в каких-то страшных, апокалиптических фантазиях, можно представить, что, когда, наконец-то, сделают искусственный интеллект, они, в общем-то, там, это закончится, ну, печально, какой-нибудь войной роботов, там, ну, условно говоря, матрицей, это возможно, но, мы можем от чего угодно, погибнуть от метеорита, упавшего с неба, от ядерной войны, или просто от войны, это какой-нибудь, да, война между, там, Америкой и нами, или там между... Севером и Западом, Севером и Югом. Севером и Югом, Востоком и Западом, вот, все, что угодно может произойти, но, в данном случае, я считаю, что сеть, интернет, соцсети, это очень удобная штука для работы, для общения, для всего. Вы себя попробовали как художник, как музыкант, вы стараетесь так не говорить, но, создали новое слово в литературе. это нет, это вот... Я сейчас, секунду, играйте в театре, как бы, были доминированы и получили Тэффи, то есть, и при этом, как вы сами говорите, особо ничего для этого не делали, то есть, как-то это... ну, смотрите, ну, там, все разные вещи, например, Тэффи, здесь это получил не я, а коллектив, то есть, это как бы проект, то есть, там, не одному человеку, а вот, как бы, я просто участвовал в этом проекте, поэтому, на основе моих картинок, там, все делалось, то, ну, как бы, да, вот я там должен этим сильно гордиться. Что касаемо игры в театре, там, конечно, я бы, может быть, играл бы в театре изо всех сил, но, у меня, ну, как сказать, то, что вот было в прошлом году, все это в Москве происходит, и там требует много репетиций, вот, надо ездить туда постоянно, если бы у меня было лет 20, я бы, конечно, может быть, прям с удовольствием этим занимался, но у меня просто времени нет на это, это тяжеловато, и репетиции там по 10 часов, потому что, ну, тоже спектакль, там, вот, у меня там роль-то совсем, вышел там, кушать подано, ушел, а там какая-нибудь сцена, где, мизансцена, где там сидят две героини, обсуждают, и вот режиссер их останавливает, и там, давайте все это переделаем, там, и вот они вот это все, а ты сидишь и ждешь. Я понимаю, что это такая работа, ну, как бы, творческая, но мне немножко тяжеловато, конечно, и так, конечно, мне нравится театральное искусство, оно мне всегда нравилось. Ну, вообще, это уже интересно, вот это вот, вот это вот все движение. Ну, это очень интересно, потому что, раньше я этим занимался, так как, и мне, конечно, вот, если бы я, вот, вернуть время назад, условно говоря, конечно, я бы, наверное, стал бы театральным, ну, делал бы декорации, вот этим, сценографом. Надо было пойти учиться на это, но я что-то пропустил момент. Это вот, мне больше всего нравится, именно сценография. Не актерская, не режиссерская работа, а именно вот. Ну, то есть, поиск вот этих решений, да, когда минимум средств, из-за того, да, ну, не обязательно минимум средств, можно, это зависит от бюджета, скажем, как-то у нас на театр. И от этого, от зала, и от того, что часто театры делят зал с кем-то еще, то есть, например, есть там какой-нибудь театр, там, театр, да, у которого есть свое здание, а много театров, которые существуют в домах культуры каких-нибудь, или... А просто вот арендуют площадку? Да, да, и, соответственно, сегодня здесь спектакль, и завтра там какое-нибудь собрание, а послезавтра там концерт какой-нибудь. Дискотека. Да, дискотека, или что-нибудь такое. Поэтому, и уже от этого приходится плясать, чтобы все это было мобильным, разбиралось, собиралось, нельзя построить там что-то такое. Вот. Ну, это так, это я, конечно, в этом не очень хорошо разбираюсь. Ну, да, в общем, да. А что хотелось бы еще попробовать? Помимо социнографии? Да, больше ничего, наверное, не хотел пробовать, что-то говоря. Мне и так нормально. Я, ну, я люблю музыкой заниматься, на самом деле, очень. Я этим занимаюсь всегда, со школы. Вот. А вы пишете, что не играете ни на одном музыкальном инструменте, вы лукавите? Ну, как, ну, так, ты на гитарке тренинг-бренинг там, ну, в общем, по большому счету, игрой это назвать нельзя. Я, конечно, я по большому счету, ничего не умею делать. Вот. Но, просто, музыка, это и очень интересно, это, это, вот, как-то меня захватило, в детстве еще прям. Тогда, мне почему-то кажется, что вот эти вот, как это, ранние 90-е, да, когда хлынули вот эти ларьки с кассетами, это же, ну, вот я ездил из области, там, на курсы подготовительные, и вот, в ларьке можно было купить вот этот альбом Попс, то есть, ну, ни у кого в моем городке, ни у кого этого альбома не было. Ну, я ездил, например, в Москву, из Лучногорска, на электричке, там была такая рок-лаборатория, вот в Питере был рок-клуб, в Москве была рок-лаборатория, при этой рок-лаборатории был студия, как бы, звукозаписи. привозил там катушку, у меня катушку, у меня катушку, моктофон, они кассетные, и записывал всякую, там, у них целые, эти были, такие журналы, как сказать, СПИ-каталоги, да, выбирал там разных, ну, какую-то запись, отдавал катушку, платил деньги, так же было у нас, в общем-то, в Доме быта, там было тоже студия звукозаписи, но там было меньше выбор, да, и вот ездил в Москву, какой-то, потом еще была в Москве вот эта вот горбушка, рынок гигантский, рядом с ДК Горбунова, такой был рынок, он был музыкальный, то есть там диски всякие, кассеты, всякая-всячина такая вот, и там тоже можно было найти совершенно какие-то безумные записи, которые, но мне еще повезло, что у нас, среди, ну, как бы, наших знакомых, там был один человек, который часто ездил за границу и привозил оттуда разные таких, то, что не слышал еще, как бы никто, так по большому счету, ну, в широком смысле, там какой-нибудь, какой-нибудь Нико Кеева там, да, вот, и все такие, ух ты, и всякое такое, я помню, эта вот музыка была, ну, ой, какая-то так называемая альтернативная музыка, это потом она стала так называться, там, там, я не знаю, про «Ротхуд Чили Пейперс», там мы услышали еще, черт знает когда, то есть, когда еще не было это модно, что называется. А какой-то, ну, как раз вот это начало 90-х же, там, панки-панки, рокеры, металлисты, или вы как бы все подряд слушали, и какого-то течения себя не имеют. я как-то себя, ну, условно, можно было назвать музыку, которая мне нравилась, условно назвать, ну, наверное, панком, да, то есть, мне там нравился, не знаю, Dead Kennedys какой-нибудь, не знаю, Clash, вот, из иностранных артистов, а наши, кстати, мне вот панки, что-то никогда не заходили. – Ну, только кроме лета, но я не очень. – Не, ну, там был, там, Naive, тараканы, какие-нибудь, в те далекие годы, ну, еще какие-то группы, там, последние, ну, автоматические удовлетворители, это, она была, конечно, совсем ранее, такая история, ну, да, автоматические удовлетворители, ну, я не слушал, мне что-то не понравилось, вообще, как-то, вот, никак, ну, там, одна песня, вот эта, вот, «Подари мне пулемет», а, нет, это «Объект насмешка», у нее, там, это, господи, что-то там, я вчера купил себе трехмоторный дельтаплан, вот это вот такая была песенка, довольно забавная, вот, ну, вообще, нет, тогда и было интересно с музыкой, 90-е годы, тогда была вот программа, которая показывали всякую всячину, там, в том числе, и Лето вот того же показывали, и брат его там любили, да, и всякой разной там музыки, интересной было очень много всегда, и такой музыки необычной, ну, она так еще шла в такое время, но очень, я свою каждую передачу смотрел, с огромным удовольствием, мне всегда нравились эти новости музыкальные какие-то, и, конечно, какой-то концерт какой-нибудь группы. А вот эти журналы, «Попкорн», да, там тоже можно было, такие были польские, с разворота плакаты. Не, ну, не, не, я вот это, у меня на стенах висели свое, ну, когда был совсем там школьником, плакаты с Алисой, в основном, вот, там, Кинчев сплошной был, потом я их все поснимал, ну, мне показалось это слишком уж вульгарным, а стены оказались каким-то голыми, и я вот их как раз картинками завешивал, я, да, я рисовал на бумаге, на такой оберточной, такая была большая бумага, широкая, метр, шириной, и в таком рулоне, желтая такая, какая-то такая, крафтовая, как сейчас говорят. То есть, до того, как стало мейн-трейн, я ее нашел, нашел на помойке этот рулон, вот, и отрезал, так вот, такой большой кусок, так, клал на пол, книжки на углы ставил, чтобы она так не сворачивалась, и гуашью, что-нибудь такое безумно рисовала, и иголочками, значит, к обоим. Точно, иголочки же были, да, такие булавочки, такие, да, 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 да. В обоих, вот, сейчас вспомнил, скотча же ничего не было, да, да, но потом скотч, если, в принципе, можно было, он же, если отодрать, то это, а так, иголочки, но у меня все равно все стены были утыканы этими, дырки от этих, перемещались, там, он что-то купил, какой-то новый, а у тебя уже вроде как все развешено, надо как-то вот что-то передвинуть там, а потом картинки, да, они менялись тоже постоянно. Плакаты, плакаты были интересны, конечно, вот на той же самой, помню, вот эти палатки были, ларьки, по-вашему, да, в этом, там были какие-то фотки, такие, значки, вот такие квадратные, да, значки, фотографии, черно-белые всякие, плакаты, плакаты сделаны, вот у меня был плакат Кинчева, я сейчас уже понял, что это кадр из передачи «Музыкальный ринг», они там выступали, но и его по телевизору, насколько я знаю, не показали эту передачу, но она есть на ютубе, там была Алиса, и, значит, вот этот костюм, и вот такой довольно кривой такой кадр, как бы, чуть ли не с телевизора, перефотографированный, вот в виде плаката такой был, он был здоровый вообще. Я вот помню, что на ВДНХ ездил и вот купил этих значков квадратных, вот на ВДНХ, да, на ВДНХ. Еще были тоже с булавкой, то есть были застегивающиеся, а были просто с булавкой. Да, да, вот на ВДНХ я и покупал, благо до ВДНХ мне было недалеко ехать, как раз, то есть там, доезжаешь до Останкина, и можно пешком дойти, можно на трамвай, там, где остановки. К сожалению, время передачи подходит к концу, я, как сказать, что Вася Ложкин мог бы пожелать 16-17-летним подросткам, которые, вот они думают, на юрфак идти, на экономфак, или все-таки вот то, что нравится заниматься. Ну, я думаю, конечно, надо не, но сейчас-то я не думаю, что вообще модный юрфак с экономфаком, это мы уже были. Надо работать много, надо и учиться на то, что вот нравится, надо делать то, что нравится, тогда можно и денег заработать, условно говоря, потому что сейчас же все же меркантильные, все хотят это все иметь, но чтобы вот это все иметь, надо заниматься чем-то любимым, чем-то таким, что тебя не напрягает, и не бесит, и не мучает, то есть надо делать то, что тебе нравится, а чтобы делать то, что тебе нравится, надо, ну, чтобы, надо делать это хорошо, а чтобы делать это хорошо, надо хорошо учиться, то есть надо учиться, человеку хочется стать, например, врачом, то пусть он идет научиться на врача. Или хочется быть актером, пусть идет учиться на актера. — Скажите, а художник должен быть голодным? — Нет, 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 художник. Ну, это фраза не о голоде таком, а о том, что голодный, да, да, творчество, то здесь да. А так, конечно, нет. Если он голодный, то он думает о том, нарисовать что-нибудь такое, чтобы продать, чтобы заработать денег. То есть он, как бы, мнение публики начинает, как бы, учитывать, там, вот это точно продаст, и пусть оно мне не нравится, но я сделаю вот это вот, зато, вот это неправильно. То есть голод, он не способен стопочить. — У нас в передаче был Алексей Куделин, Вася Ложкин. С вами была «Мужская культура», Носик Роман. Спасибо. — До свидания. — Спасибо большое. — Спасибо.